Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и я, как обычно, собрал для вас самые свежие новости из мира бокса. Всем приятного просмотра, погнали! Майк Тайсон прокомментировал победу Александра Усика в бою с Энтони Джошуа. В частности, Железный Майк отметил, что теперь хочет увидеть украинца в ринге с Дуантем Уайлдером и Энди Руисом. Я думаю, что Усик был очень быстрым. Его скорость больше всего сдручила Джошуа. Джеб обломал Энтони, однако Джошуа все еще учится. Он еще ребенок. Пусть Энтони двукратный чемпион, но он еще ребенок. Я говорю только об их поединке. Я не говорю о боях, которые были у него до этого. Усик перевернул игру. Я хочу увидеть, как он дерется с другими парнями. Я хочу посмотреть его бои с Уайлдером и Энди Руисом. Эти парни опытнее, чем Джошуа. Давид Аванесян досрочно победил Ляма Тейлора. С первых секунд боя Давид пошел вперед, навязал своему сопернику силовой бокс и размен ударами. В концовке первого раунда Тейлор побывал в нокдауне. Во второй трехминутке Давид не стал снижать темп, начал попадать все более плотными ударами. Серьезно потряс Тейлора серией, после чего рефери решил вмешаться и остановить бой. Компания Триллер отказалась от прав на пройдение поединка между Теофимом Лопесом и Джорджем Камбососом из-за больших убытков, связанных с многочисленными переносами даты боя. И теперь планирует сосредоточиться на организации вечеров, развлечения в которых боксерские поединки будут чердоваться с выступлениями популярных музыкантов. Абель Санчес поделился мнением о трудностях Геннадия Головкина на данном этапе его карьеры. В возрасте Геннадия, я думаю, для него есть много опасных моментов. Не угроза избиения, а угроза получить серьезный удар или быть потрясенным. То есть не могут сделать то же самое, что уже сотворил Сергей Деревеченко. В среднем весе есть несколько боев, в которых лицо трипл-жи может быть доведено до состояния похожего на поединок против Деревеченко. Его вряд ли нокаутируют, так как у Геннадия гранитный подбородок, но его могут удосрочить из-за слишком сильного удара. Дмитриус Андрейд не будет такой большой угрозой для Головкина. Нет, Андрейд никогда не подойдет достаточно близко к трипл-жи, чтобы устроить настоящую драку. Бетербеев очень силен, поединок между Головкиным и Бетербеевым будет очень хорошим. Это был бы отличный бой по силе, размеру и телосложению прямо сейчас. Британский супер-тяжеловес Джо Джойс поделился мыслями о победе Александра Усика над Энтони Джошуа. Джошуа лучше подходит Усику, если сравнивать со мной. Мой стиль ведения боя будет сложным для Усика. Именно поэтому он терпеливо ждал возможности встретиться с Джошуа и отклонил возможность провести бой со мной. Я бы выбрасывал больше ударов, пришлось бы провести хороший тренировочный лагерь, разработать отличный план на бой с моим тренером, чтобы победить Усика. Но у меня нет сомнений, что я могу выиграть, особенно если речь идет о титулах. А на этом у меня все друзья, большое спасибо за просмотр, поддержите это видео своим бойцовским лайком, пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok